здравствуйте друзья в этом ролике вашему вниманию очевидный пример как не нужно работать в пример сотрудникам банком банков и коллектор я знаю вы здесь есть послушайте на что вы похожи стыд и позор это уж точно и так внимание всем кому это интересно и здравствуйте слушаю здравствуйте александр владимирович да это я это вы меня зовут хабаров актерина витальевна специалист бернан карасин александрова и владимирович задолженность 7700 рублей не оплачиваете задолженность у кого перед кем перед кем задолженность вы не сказали или забыли сказать телефонный звонок поступила сбербанка сбербанка просто где-то откуда знаю со сбербанка это смогли откуда не понятно мне ну задолженность что дальше нет пока денег что у вас произошло нету пока денег не имеет значения я спросил я не утвердил я спросила какое это имеет значение человека сейчас нет денег если я начну давать ответы на ваши глупые вопросы не у меня появятся как вы думаете александр владимирович да это я у вас поддерживать зарплату или финансовые трудности что у вас произошло это одно и то же сотрудникам банка где вы на данный момент нарушаете условия кредитного договора ну что теперь ну нет денег у человека ну что а как же вы планируете выходить из данной ситуации как да никак хочу ну ну нет денег и нет денег у человека александр владимирович а когда вы получали кредит выделение банка вы также сотрудниками разговаривали когда вы пользовались сейчас не припомню как я с ними разговаривал не помню я как с ними разговаривал а зачем какой-то мне зачем эти вопросы ничего не поймал нет человек объективно сказал нет денег чё ещё ну а чего глупые вопросы задаете меня тоже к вам просьба не задавайте глупых вопросов я вам ответил на самый основной вопрос нет денег у человека или чё в нашей стране это не какая-то особая ситуация что ли я один такой вся страна 80 процентов проблемной закредитованности данный роста то кстати ну хорошо давайте по буквам скажу н-е-т-д-е-н-е-г нет денег ну и чё теперь зачем эти аргументы вообще какие-то невесомые вообще чё это такое зачем вы это мне говорите ну и чё дальше ну если ситуация в стране к этому времени изменится то да конечно как элементарно вот смотрите данные официальные данные роста то ввп знаете что такое вот реальные деньги в стране 8 триллионов рублей а в виде кредитов банки отчитались наконец 2016 года 17 триллионов где-то взяли и дали людям а где взяли да нигде просто воздух выдали обратно требуют настоящие деньги получается что человек даже если будет работать без перерыва даже секундочку он просто физически нигде не сможет заработать эти деньги это банкиры знают совершенно спокойно тем самым политика загона людей в долговое рабство чтобы потом можно было спокойно ими руководить пугать угрожать и все такое я не оттуда я не из этого стада если денег нет у меня честно нет возможности заработать честно находясь на производстве мне не хватает на еду то я делаю расставляю приоритеты в первую очередь я трачу на еду а потом амбиции коммерческой структуры и мне все равно сбербанк это либо не сбербанк заставлял обращаться в банк и пользоваться средствами своих нуждах нет никто не обращал зачем заставлять человека человек идиот что ли если ему нужны деньги он идет берет внутри страны герман грех живет очень хорошо вообще сбербанк зарегистрирован в калифорнии соединенных штатах америки не не российская структура ну так раз стоп секунду а сбербанк у него обязательств нету да он зачем рискованную кредитную политику ведет не знаете не думали не задумывались ну и не так я с этим даже не пытаюсь противоречия вступать я просто да я это признаю что дальше да нет вы неправильно контекст моего ответа поняли вы задали вопрос я вам объяснил откуда у меня такая позиция жизненная просто на я не возмущаюсь я может быть на высоких тонах это вам преподнес но вы спросили почему вы так там я говорю что у меня такая позиция жизненная извините если я вас зацепил я не хотел конечно отказываюсь да пока нет почему если у меня будет стране в этой возможность оплачивать обязательства по кредиту да то конечно я буду их оплачивать с удовольствием буду пользоваться банковским продуктом кредитным а пока что это как вот вы сейчас даже маленькую часть взыскать не можете а как то вы собираетесь от того что он что-то там расторг что-то там решил банк себе на уме человека бабах там в колонне потом перезвонить а вот вы там в том углу все в квартире посмотрите там у вас лежат те деньги которые вы нам должны отдать так это да должно происходить так никаких последствий не услышал последствия это либо положительные либо негативные в нашем с вами случае просто нейтральная какая-то ситуация табад банк будет делать как это меня коснется понятия не имею если вы хотите сказать что в суд подойдите так я только приветствую обоими руками за суде четко будет конкретно обоснованная моя позиция гражданская нет денег нечем платить долговой тюрьмы нет уголовной ответственности за невыполнение договорных отношений тоже нет но что за порядок ну можете объяснить что за порядок сами-то понимаете ну как как они что они придут с электрошокером ко мне что или что привяжут меня на дыбу что будет то но нет у человека имущество нет заработка официального я слышал что существует такой регламент возвращение исполнительного листа кредитору в связи с отсутствием либо недостаточностью официального источника дохода Александр Владимирович у вас есть место жительства у вас есть место регистрации это единственное да да сейчас на улицу люди не выгоняют единственное жилье никто не трогает почему по кочину закон потому что такой Александр Владимирович есть имущество какое имущество предметы быта предметы быта пристав арестовывает обеспечительные меры накладывает только лишь на предметы роскоши у меня канделябров сразу говорю золотых нет в квартире стул стол холодильник предметы быта которые неприкосновенные Александр Владимирович у вас есть статья 229 который придерживается также судебный пристав но они же не работают судебные приставы вот так вот просто бах тарарах и во первых понимаете кроме меня у судебного пристава еще 25 тысяч таких же должников если он будет просто по адресам ходить чтобы убедиться что у него только холодильник понимаете я не отказываюсь от судебного пристава прятаться я к судебному приставу спокойно приду и скажу он будет рад скажет все хорошо понимаете да судебный пристав это не жулик какой-то бандит там змей горыныч судебный пристав простой человек как правило молодые люди там работают понимаете им чем меньше рутины тем лучше вы очень сильно заблуждаетесь думая что вам правду рассказали как мотивировать должника на оплату не так александр владимирович мы работаем с должниками и я вам говорю о том о последствиях не оплаты но это последствия бы я же вас я вас спросил девушка дорогая моя спросил последствия то есть они негативные либо положительные в нашем с вами случае пока что только нейтральные то есть моя жизнь ни в какую сторону не изменится пожалуйста это ваше право александр владимирович так о том и дело чего тогда время тратите звоните лоху какому-нибудь который боится одного только звонка я не боюсь ничего александр владимирович я информацию с ваших слов все зафиксировала ну и что ну и че с вами можно еще связаться да ни по какому и не много телефонов я ничего вам сообщать не собираюсь нанимайте вискное агентство там если вам это почините пожалуйста ну а почему вы думаете что я должен это делать не будет так хорошо не буду значит вам всего доброго до свидания и вам не кашлять кладем трубочку надо надо алло слушайте давайте лучше заплачу давайте заплачу алло как заплатить алло чихнуло что да 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 не не я передумал давайте я заплачу что значит вы передумали ну вот подумал и передумал мне смс к пришла что мне сейчас деньги поступили на карту ну че как вы будете оплачивать не знаю не знаю что значит не знаю а а а а вот вот я в конце немножко над ней поиздевался дело в том что ну из достоверных источников известно что она понимаете если вот человек начинает говорить да как заплатить там существуют какие-то там считываемые фразы которые не позволяют им закончить закончить разговор и одна из таких фраз это вот хочу заплатить как заплатить сколько заплатить и так далее вот видите я уже несколько раз так экспериментировал а они остаются на связи вынуждены продолжать разговор вот ну а если в общем да к этому диалогу вы все слышали то есть здесь была разыграна ситуация ну мною конечно была разыграна ситуация сотрудник банка реальный именно вот четко конкретно объективно человек высказал свою позицию только без тени страха и каких-то там недоразумений которые хотели бы от него услышать а то есть действительно но что тут каждая фраза мне кажется объективно подтверждена бытом человеческим в нашей стране ну чё сейчас не хочу разжигать никаких политических амбиций ничьих просто констатирую ситуацию и вы уже тоже должны сами понимать друзья мои что этого всего не нужно бояться если у вас есть четкая конкретно осознанная жизненная позиция а именно вы понимаете что с вами происходит вы не жертва вы не раб обстоятельств а вот четко даете оценку всему происходящему и даже как она говорила вы взяли там в банке деньги да взял это отдельная история как устроенная банковская система и почему она никакого отношения к российской федерации не имеет многие из вас знают кстати говоря рекомендую всем в описании этого ролика любого другого ролика найти ссылочку на наш сайт и там на сайте выложена видео презентация как устроена работа кредитных юристов нашей компании компании оля послушайте посмотрите вам очень многое станет понятно очень многие моменты как говорится расставиться по своим местам и для тех кто хочет уже действительно наконец-то все решить в документальном формате то есть правильно четко с чувством с толком с расстановкой как говорится доверить свои дела грамотным юристам пожалуйста именно для вас этот ролик выложен на нашем сайте посмотрите заполните заявку ну и конечно же мы вам поможем с удовольствием выведем вас в правовом поле подчеркну с помощью 100% законных решений именно статус человека который никому ничего не должен создадим условия когда банку будет выгодно отказаться от претензий вот так и никак иначе да это возможно и если сомневаетесь то пожалуйста еще раз посмотрите ссылочка в описании этого либо любого другого ролика ну а те кто давно на нашем канале конечно же с вас лайк комментарии если какие то есть по этому ролику наверняка будет множество комментариев подписывайтесь на наш канал кто еще не подписался в обязательном порядке ну и конечно же поделитесь в соц сетях об этом я всегда напоминаю ну а с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компании алиам всем хорошего и финансового здоровья до свидания друзья до свидания Субтитры создавал DimaTorzok